Здравствуйте! Это программа правила безопасности. Меня зовут Александр Грин. Сегодня в нашей программе мы поговорим об организации безопасности дорожного движения с начальником отделения пропаганды управления государственной инспекцией безопасности дорожного движения майором полиции Максимом Александровичем Шевченко. Максим Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Хочется спросить сразу, какие меры принимаются по организации безопасности дорожного движения, направленные на снижение травматизма и гибель людей на дорогах? С целью формирования законопослушного поведения в транспортной среде с участниками дорожного движения проводится целый комплекс мероприятий, направленных на снижение аварийности, профилактики дорожно-транспортных происшествий, правонарушений. Одним из методов работы сотрудниками госавтоинспекции с водительским составом является проведение так называемых сплошных проверок, то есть когда на отдельном участке уличной дорожной сети максимальное количество экипажей ДПС задействуется, останавливают водителей, интересуются состоянием их здоровья, задают вопрос, употребляли ли алкогольные либо наркотические вещества, получая ответ. При этом, если отсутствуют признаки состава административного правонарушения, предусмотренного управлением транспортным средством в состоянии опьянения, водитель отпускается. Если признаки присутствуют, то в соответствии с законодательством действующим принимаются все необходимые административные процедуры. Следующей мерой, которая направлена на снижение аварийности, это является работа скрытого контроля. То есть это сотрудники ДПС несут службу на автомобилях с гражданского исполнения, передвигаются в транспортных потоках, выявляют грубые нарушения правил дорожного движения и во взаимодействии с другими экипажами передают данную информацию. Сотрудники уже на патрульных автомобилях осуществляют остановку транспортного средства водителя-нарушителя, проводят с ним работу и составляют все необходимые процедуры. Еще одной мерой работы госавтоинспекции это работа так называемых сводных отрядов. То есть экипажи нескольких сопредельных районов Алтайского края для того, чтобы организовать работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий, выдвигаются в какой-то определенный район и организовывают там непосредственно работу. Тем самым профилактируют административные правонарушения, грубые, связанные с выездом на полосу встречного движения и с управлением водителями в состоянии опьянения, выявляют грубые нарушения и организовывают таким образом свою деятельность. Следующим немаловажным вопросом по мерам, какие принимаются госавтоинспекции, это является проведение анализа аварийности на уличной дорожной сети. Сотрудники госавтоинспекции Алтайского края на постоянной основе проводят анализ ежемесячно на региональных дорогах, на дорогах местного и федерального значения. Этот анализ позволяет установить предочаговые места аварийности, либо места концентрации ДТП. Для того, чтобы повоздействовать на эти места, сотрудниками выносятся предложения владельцам дорог о установлении каких-либо инженерных мероприятий для организации дорожного движения. Немаловажным аспектом также в работе госавтоинспекции является работа по пропаганде безопасности дорожного движения. Как это происходит? Сотрудники госавтоинспекции ходят в образовательные организации, в школы, работают с детьми, с подростками всех возрастных категорий. Это проявляется и в создании и размещении социальной рекламы, а также в создании и размещении различных радиопрограмм и рубрик в средствах массовой информации. А вот какова статистика за последний год вот этих нарушений? Есть она? За 10 месяцев 2021 года количество, общее количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 8%. Так же, как и снизилось количество пострадавших в них людей. Порядка 2,5 тысяч людей пострадало. Однако при всем при этом количество погибших людей увеличилось на 5% и за 10 месяцев составило 203 человека. Максим Александрович, мы знаем о том, что одни из самых тяжких дорожно-транспортных происшествий совершаются с участием пьяных водителей. Вот сколько таких нерадивых водителей задержано в текущем году? Есть ли статистика? Зачастую данное административное правонарушение происходит по собственной недисциплинированности водителей. В 2021 году за 10 месяцев привлечено к ответственности более 8700 таких водителей. В отношении 1390 возбуждены уголовные дела, предусмотренные статьей 264 Уголовного кодекса. А вот что грозит гражданину, если он сел за руль в нетрезвом виде? Водитель, который управляет транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, либо отказывающийся выполнить законные требования сотрудника полиции о прохождении свидетельствования, подлежит административному наказанию в виде административного штрафа 30 тысяч рублей, а также лишением права управления на срок от полутора до двух лет. А вот вся эта статистика, все, что вы сейчас проговорили, какие новшества вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения? В этом году сотрудниками госавтоинспекции был предпринят ряд новых организационных моментов для того, чтобы обеспечить безопасность на дорогах края. Так, сотрудниками отдельной специализированной роты сотрудники выдвигались работать в крупные населенные пункты Алтайского края. Это город Бийск, Рубцовск, Славгород. Жили там несколько дней и непосредственно осуществляли работу по профилактике ДТП и выявлению грубых административных правонарушений в этих городах и также ближайших районах. Следующим новшеством, введенным в 2021 году, явилось то, что по запросам Главного управления МВД России по Алтайскому краю, во взаимодействии с МЧС и управлением Росгвардии, применялись на федеральных автодорогах беспилотные летательные аппараты. Значит, выставлялся экипаж на определенных участках дорог, согласно анализу аварийности, где возможно происшествие, беспилотные летательные аппараты поднимались в воздух, фиксировали административные нарушения. Чаще всего это был выезд на полосу встречного движения в тех местах, где это запрещено. Информация передавалась сотрудникам ДПС, находящимся на земле, они останавливали тот или иной автомобиль и привлекали уже водителя к административной ответственности. Вот ужесточаются ли требования к автошколам, в частности, подготовка будущих автовладельцев? Как таковых ужесточений со стороны именно госавтоинспекции к требованиям автошколам нет. Автошколы – это образовательные организации, и основные требования к ним предъявляет Министерство образования. Госавтоинспекция предъявляет именно требования к наличию условий для проведения экзаменов на право управления транспортных средств. С 1 апреля были внесены изменения в порядок приема экзаменов. Если раньше кандидат водителей сдавал практический этап экзамена на автодроме и в городе, то сейчас остался только, по большому счету, остался только автодром. То есть кроме кандидатов водителей, которые хотят сдать на мотоцикл, они также остались на автодромах. А обычные автолюбители легковых транспортных средств, ну и грузовых, сдают уже экзамен непосредственно в городской среде. Те упражнения, которые раньше кандидат водитель выполнял на автодроме, включены в экзаменационные маршруты. И экзаменатор непосредственно говорит выполнить то или иное упражнение, находясь уже в городской среде. И еще одним новшеством стало то, что экзаменатор теперь находится на пассажирском сидении, и у него представлены органы управления автомобилем. Вот что бы вы порекомендовали пешеходам и водителям, чтобы на дорогах края было безопасно? Вот от себя лично и от автоинспекции. Прежде всего, всем участникам дорожного движения хотелось бы порекомендовать быть внимательными в сложной дорожной обстановке. Пешеходам хотелось бы порекомендовать быть предсказуемыми, рассудительными. При переходе проезжей части необходимо переключить внимание с гаджетов именно на дорогу, посмотреть в обе стороны, убедиться в безопасности. Только после этого начинать переход проезжей части. В темное время суток, независимо от того, где вы находитесь, в населенном пункте или в ненаселенном пункте, использовать световозвращающие элементы. Они помогут водителю увидеть вас заранее и принять все необходимые меры для осуществления безопасного маневра. Остановиться или объехать, то есть увидеть заранее. Водителям, в свою очередь, хотелось бы порекомендовать быть вежливыми и культурными на дорогах. Необходимо помнить, что прежде всего все мы с вами люди, а уже потом участники дорожного движения, водители, пешеходы, пассажиры. Ни в коем случае не садиться за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и на опасных участках дорог. Быть осторожными, не торопиться и внимательными. Максим Александрович, спасибо вам большое за полезную беседу. Вы смотрели программу «Правила безопасности». С вами был Александр Грин. Будьте внимательны за рулем и берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»!